Базилик Базилик называют царской травой, поскольку в переводе с латыни базиликус означает царский. Выращивать базилик можно рассадным способом. Высевает семена ранней весной или в конце февраля. Поскольку семена очень мелкие, их смешивают с песком и затем проросшие растения высаживают у себя на грядках или клумбах. За сезон снимают три урожая листьев. Перед цветением цветочки удаляются. Тогда он добавляет побеги, кустик становится кругленьким и красивым. Базилик можно использовать и в свежем, и в сушеном виде. Сейчас я покажу вам, как можно ароматизировать уксус для приготовления салата. После того, как мы залили уксус в емкость, добавим сюда листья базилика. Их обязательно нужно рвать руками. Тогда они сохранят свои полезные свойства и аромат. Использовать лучше всего молодые части растения. Еще в древние времена базилик считали священным растением. Чаем из базилика можно лечить простудные заболевания, настойкой, всевозможные ожоги и трещинки. Настаиваться такое средство будет в течение недели. Закроем уксус и поставим его в темное место. Базилик универсальное растение. И сейчас мы приготовим с вами лечебный чай. Для того, чтобы чай был вкуснее, я добавлю несколько сортов разного базилика. И зеленый, лимонный, и красный. Базилик хорошо сочетается с пряными растениями, поэтому мы можем добавить мяту. Буквально один листик мяты, и ваш чай приобретет неповторимый вкус. Добавим ломтик лимона и заливаем наши листики горячей водой. Можно немножечко перемешать наши листочки. Они отдадут воде свою силу и целебный аромат. Поставим чай настаиваться. Летом на дачу у вас растет очень много всевозможных ягод. Собираем все, что у вас созрело. Вот такой микс у нас получился. Вишня, смородина, малина. Перетираем ягоды, чтобы они пустили сок. После того, как мы перемешали все ингредиенты, выложим полученную массу в емкость для лимонада. Сюда же мы добавим, конечно же, базилика. Теперь можно будет залить лимонад подготовленным сиропом. На 200 грамм кипятка мы добавляем 200 грамм сахара. Обязательно нужно все перемешать. Теперь заливаем холодной, лучше минеральной водой. И в довершение мы наполним емкость до конца кубиками льда. Пока мы готовили лимонад, наш чай настоялся. Мы нальем этот прекрасный, лечебный, тонизирующий напиток, который будет действовать, успокаивающий на вашу нервную систему. Приятного чаепития!